Доброе утро! Сегодня 22 марта, четверг, в студии Бедерниса Гусейнова. Двадцатая сессия Народного собрания Дагестана пройдет 29 марта. Дату ее проведения и предполагаемые вопросы повестки дня определил Президиум Дагестанского парламента, который провел спикер парламента Республики Хизриших Саидов. По сложившейся традиции сессия начнется с выступления представителей фракции. Предполагается, что с отчетом о деятельности МВД по Республике за 2017 год выступит министр внутренних дел Абдурашид Магомедов. Депутаты также рассмотрят вопрос о назначении Джамала Алиева на должность уполномоченного по правам человека в Республике. Во втором чтении предстоит обсудить и принять несколько законопроектов, среди которых об объектах нематериального культурного наследия в Республике, о внесении изменений в закон о передаче земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики и муниципальной собственности жилищно-строительным кооперативам. О проблемах формирования доходной части бюджета Дагестана говорили за круглым столом в Институте социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук. Речь шла о налоговом потенциале, перспективах финансово-бюджетной самодостаточности Республики и влиянии финансовой политики государства на изменения социально-экономического развития региона. Ученые предлагали эффективность собираемости налогов повысить за счет тесного сотрудничества с органами, отвечающими за формирование баз данных потенциальных налогоплательщиков. Как же объединить для этого базы данных различных контролирующих служб? Кроме того, необходимо развивать отрасль, которая обеспечивает значительные налоговые поступления в бюджет региона, подчеркнул ведущий ученый Дагестанского научного центра Сергей Дахалян. Сегодня в Национальной библиотеке состоится конференция на тему «Пожилые люди для интернет-библиотеки, интернет-библиотека для пожилых людей». 21 марта по всей стране прошел досрочный этап сдачи ЕГЭ. В Дагестане в первой волне экзаменующихся в основном выпускники прошлых лет. Со всей республики Махачкалу приехали около 20 человек. Они прошли испытания по географии, информатике на базе лицея номер 39, где были созданы все условия для объективного проведения ЕГЭ. На сдачу экзамена по географии выпускникам отводилось 3 часа, а на сдачу ЕГЭ по информатике – 3 часа 55 минут, отметила исполняющая обязанности министра образования и науки Ума Пазиль Амарова. «Именно сейчас очень важно отработать те навыки, которые позволят нашим детям добиться того, чтобы была максимально благожелательная атмосфера, чтобы те организаторы каким-то образом не нарушили в какой-то мере возможности для ребенка, чтобы так все было отработано с точки зрения организационной, чтобы была возможность объективно представить эту работу». Лучшего учителя родного языка выбирают в Махачкалинской гимназии номер 11. Там проходит республиканский конкурс, который собрал учителей из 32 районов республики. Подчеркнула начальник управления министерства образования Лариса Абрамова. О ежегодном конкурсе, который в этом году еще и юбилейный, Камал Голбацев. «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Эти строчки и стихотворения Расула Гамзатова, как никому другому, близки конкурсантам. Учителя из 9 городов и 32 районов республики будут соревноваться на звание лучшего учителя родного языка. «Конкурс, который сегодня проводится в этой школе, это ежегодный традиционный республиканский конкурс «Лучший учитель родного языка». Цель, основная миссия этого конкурса – выявление лучших учителей передового опыта распространения и самое главное – представление на заключительном этапе российского конкурса «Лучший учитель родного языка». Конкурс будет проходить на базе гимназии номер 11 города Махачкалы. В этом году смотр юбилейный. Среди зрителей и победителей прошлогоднего всероссийского конкурса «Учитель года» – Чанхувата Вазарема. «Такие конкурсы очень нужны нам, учителям. Мы здесь обогащаем свой опыт. Здесь учителя делятся своими новыми педагогическими навыками. Вот эти конкурсы нам помогают все больше и больше увереннее вести себя и на уроках, и на таких мероприятиях. Сегодняшним нашим участникам конкурса я желаю, чтобы они показали себя максимально ярко, свой педагогический опыт, чтобы они удивили жюри своими педагогическими находками. Желаю им удачи, уверенности в себе и не останавливаться на достигнутом». Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри. Соревнования будут проходить три дня. Призеры получат денежные премии. Ну а победители еще и возможность попробовать свои силы на всероссийском этапе. В продолжении выпуска постоянная рубрика «Здоровье». Наша жизнь полна стрессов. Негативное влияние стресса на здоровье человека очень велико и имеет самые плачевные последствия. Именно стрессовая ситуация становится причиной многих заболеваний. И тут возникает закономерный вопрос – можно ли им противостоять? Свои рекомендации дает врач-психотерапевт Республиканского центра медпрофилактики Патимат Канаева. Если не овладеть искусством противостоять стрессам, то рано или поздно вас не минует нервный срыв. Как можно помочь себе в трудные минуты жизни? Придя домой, смените одежду. Постарайтесь немного посидеть или полежать, подумав о чем-то приятном. Вам помогут непродолжительные водные процедуры. В жаркое время года вода должна быть холодной, а в зимнее – напротив, теплой. В этом случае кожа и находящиеся на ней биологически активные точки получают тонизирующий массаж. Напряжение постепенно спадает. А чтобы уменьшить напряжение мышц лица, сделайте легкий массаж, едва касаясь лба, щек, кончиками пальцев. Большую нагрузку в течение дня получает и поясничная область. Такого рода усталость нередко приводит к раздражительности. Поэтому надо сидеть как можно плотнее к спинке стула, а руки и ноги максимально расслаблять. Чтобы ослабить воздействие неприятных событий, постарайтесь меньше думать о них. Внушите себе. То, что случилось, вас уже не волнует. Заведите привычку дважды в день в одно и то же время проводить наедине с собой своеобразную пятиминутку. Утром для выработки установки на день мобилизующая гимнастика, ума. А вечером для осмысления прожитого дня. Пусть эта процедура сопровождается чем-нибудь приятным для вас. К примеру, можно послушать приятную музыку. Помните, побеждая стресс, вы удлиняете свою жизнь, делаете ее более счастливой. Сегодня Театр поэзии приглашает на вечер проекта «Моя поэтическая тетрадь» с участием директора Института языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра Российской академии наук Магомеда Магомедова. Вход свободный. Больше 80 волонтеров-переводчиков привлекли к работе на Чемпионате Европы по вольной борьбе 2018 в Каспийске. Об этом руководитель волонтерского корпуса Чемпионат Европы 2018 Гамзат Гамзатов сообщил в ходе выездного заседания межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению чемпионата, которое прошло в санатории Каспии. Радио России. Дагестан. Погода. По сообщению Дагидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается по низменным районам местами небольшой дождь, утро местами туман. Ветер восточно-юго-восточный 9-14 метров в секунду, в горных районах юго-западной 6-11, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 11-16 тепла, в горных районах 10-15, местами до плюсы 20. В Махачкале ожидается безосадковый ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 градусов тепла. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан» о событиях дня 18.10. А мы прощаемся и желаем удачного рабочего дня и хороших новостей.